Летом и осенью местные любители дрифта, как известно, отрываются на полную. Участвуют как в российских соревнованиях серии РДС, так и в международном чемпионате D1GP. Морозная и долгая зима всегда, очевидно, становилась преградой для гонок, но не в этот раз. Озерочан в этом году впервые выступила в роли трассы для состязаний по ледовому дрифту DSL Ice, где собрались пилоты из Владивостока, Спаска и Находки. У нас здесь участвуют два класса, но классы разделены только по покрышке. Есть покрышка гражданская, то есть это обычная гражданская покрышка, по которой ездят по дорогам города, ну шипованная, с металлическими шипами, а есть покрышка, это спортивный шип, то есть узкая покрышка с таким очень резким протектором и там шип 4,5 мм. Структура и суть соревнований практически не отличаются от обычных дрифт-гонок. Сначала идет одиночная квалификация, затем парные заезды, где пилоты по очереди становятся так называемыми ведущим и преследующим. Среди участников самые разноплановые гонщики. Например, Мария в обычном дрифте уже 4 года, а вот на лед вышла впервые. Машина у нее одна из самых мощных на Дальнем Востоке – 730 лошадиных сил. Однако на такой трассе это может сыграть плохую шутку, чем могут воспользоваться более опытные соперники. Я еду в паре, то есть у нас уже есть сетка, да, Максим Седых, достаточно сильный лидер. Он, в принципе, везде всегда берет первые места, топ-пилот. Но на самом деле с ним, мне кажется, мне менее страшно ехать, потому что он очень стабилен, очень комфортный. Семья Седых действительно один из фаворитов даже в ледовом дрифте. Максим, например, говорит, что такие заезды – это отличная тренировка перед основным сезоном. По мнению опытного пилота, в такого рода соревнованиях может принять участие любой желающий. И наличие крутой машины здесь не обязательно. Все происходит помедленнее, нужна меньше реакции, не нужно быть таким батрячком, активным и иметь много опыта. Тут, в принципе, многие ребята едут первый год, и у них все здорово получается. К слову, именно гоночная семья Седых и стала победителем первого этапа во всех категориях. Екатерина взяла первое место в классе Супершип, Максим стал лучшим в Гражданском. Да и в командном за счете этой паре не было равных. Но чемпионат многоэтапный, поэтому шанс занять пьедестал у остальных дрифтеров еще будет. И не один. Второй этап DSL Ice пройдет уже 17 февраля вновь на льду озера Юность. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.